МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абсолютно все, как консультации специалистов, так и дневной стационар. Будут работать инфузоматы, то есть введение моноклональных тел будет организовано и здесь же. Вся более подробная информация будет представлена на сайте Московского общества рассеянного склероза. От Одинцовского отделения партии «Единая Россия» центр получил в подарок инфузомат. Именно этот аппарат позволяет вводить пациентам с тяжелыми формами рассеянного склероза жизненно необходимые лекарства, тормозящие развитие заболевания. Медленно, постепенно вводятся лекарства в необходимых дозировках. Это позволяет не переборщить где-то и где-то не доввести лекарства. Пациенты будут находиться здесь в течение длительного времени, порядка четырех часов может длиться процедура терапии так называемыми моноклональными антителами. Мы пытались создать для них комфортные условия. В дневном стационаре центра одновременно получить медпомощь смогут четыре пациента. При этом штат специалистов укомплектован и все необходимые лекарства есть. Все необходимое здесь предусмотрено для наших пациентов. И поэтому нам нужно обязательно, чтобы люди знали. Да, мы понимаем, что есть необходимые лекарства для таких пациентов. Но, к сожалению, возраст этих болезней особенных, он молодеет. И нам бы хотелось, чтобы гораздо раньше диагностировались, чтобы мы могли многие последствия предотвратить. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел помещение и аппаратуру, пообщался с медиками. Мы взяли готовое помещение, и так, что я сегодня профилировал. Глава отметил необходимость усиления информирования населения о первых симптомах этого аутоиммунного заболевания. Своевременно начатое лечение позволит отсрочить инвалидизацию. Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова.